Хейшки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть в Unruly Heroes, и в данный момент как раз переходим в следующий этап, это Волчья Тропа. Будем смотреть, что у нас здесь, я уже знаю, что там будет, но спойлерить, ребята, как раз таки не собираюсь, вы сейчас всё увидите, всё, сделайте сами выводы, интересен ли этот уровень, интересен ли этот босс, интересно ли вообще это всё вам. Можете написать в комментариях, какой вам босс вообще больше всех понравился. Так, хорошо, смотрите, можно, кстати, спуститься, то есть в некоторых моментах я вот, видимо, да, как раз таки здесь я и пропустил. Что? Правильно, монеточки. Так, давайте сменим нашего чувачка на как раз таки обезьянку. Ах ты гад, кидаешься, да, значит? Ну кидайся, кидайся. Блин, достают, я вот думаю, что не достанет, а он берёт и достаёт. Так, хорошо, здесь вот такие вот ловушечки будут. Ууу, я не упал. Механизмы такие. И мы эти механизмы сейчас должны будем пройти нормально, так, чтобы не задеть их. Я так понимаю, нам нужно в любом случае все 100 монет собирать, хотя может быть и нет, видите, они не подсвечиваются, то есть те монеты, которые ты собирал, они уже прозрачные становятся. То есть в этом плане, конечно, думая, что вот, раз они прозрачные, наверное, не надо их собирать. Так, здесь у нас будет вот такая вот штука и, разумеется, сам свиток, который мы должны забрать. Так, здесь будут волчары. Сразу с ними разобрался, чтобы потом не разбираться. Сразу ультанул и всё, никаких проблем. Опа. Красиво. Видишь, здесь монетки. Вот неизвестно они. Не коснулось меня, офигеть. Ты видел, как близко было? Неизвестно мне, нужно их собирать, не нужно. Как бы в какой-то степени, наверное, нужно. Ну ладно, посмотрим. Соберём все 100, там уже будем смотреть. Надо было их собирать, не надо было. Так, это что такое? Здесь будет босс? Ой, больно бьёшь. Минус. Минус. Смотрите, пришёл батя. Не, не пришёл ещё. Но сейчас придёт, я знаю. Так, раз, два. Мешают мне копьями с вами, вот эти вот гады. Опа. Ну давай уже. Всё, красиво. И, разумеется, забираем ещё жизни. На! Вот он, босс. Валите его! Ультую. Хорошо. Ну это прикольный уровень, вы сейчас поймёте почему. Сейчас мы с ним разберёмся. Блин, не успел увернуться. На! Смотрите, меняем нашего персонажа на этого. Опа. И этот персонаж вселяется в него. Ты прикинь? Вселяется в волчару. И теперь мы за предводителя волков, за вожака волчьей стаи. И это прикольно, вы сейчас поймёте почему. Собираемся монетки, разумеется, и давайте идём бросать копьё. То есть, видишь, здесь конкретно сделано так, что... Механика, что у тебя теперь полностью способности этого волка. То есть, то, что он мог делать до того, как ты его, получается, в него вселился, то же самое он может делать и после этого. То есть, абсолютно те же самые способности. Копья кидать. Почти попал. Готово. И, разумеется, волками тоже управлять. С чего я это взял? Вот с чего. Зовём его с собой, и он слушается. И он, чёрт возьми, слушается. Всё, падай здесь. Поднимаемся сюда. Раз копьё. Два копьё. Ещё один волчара. Так, зовём его. Сюда, сюда, сюда. Там, видишь, ещё эти. Секретик. Давай-ка секретик сразу же зайдём. Заберём монетки. Опа. И здесь ещё один волчара. Только смотри, здесь новая система используется, которую до этого нам не показывали, потому что мы можем поджигать вот эти вот штуки. То есть, видишь, копьё я обычно кидаю, и ничего не работает. А если кину подожжённое, то, разумеется, зажигаются и сами... И сами бочки. Всё, ты свободен, пошли со мной. Пошли, 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 и быстрее! Опа. И всё, видите? Нажали на рычаг. Ну, или... Просто они своим весом, получается, механизм включили, и мы благодаря этому сейчас спокойно спустились. Смотри, монетки я забираю. Опа. И смотри, в чём прикол. Этот мост, он держится на верёвках. Ой, камон, не туда нажал. И мы берём просто... Раз. Верёвка. Два. Верёвка. Всё. Изи-бризи. И проходим дальше. Ой-ой. Привет, волчок. Смотри, он на заднем плане. И он должен нажать вот на эту плиту, которая сейчас встала. Всё, мы можем пройти благодаря этому. Дальше что делаем? Мы нажимаем на плиту сами, и он проходит благодаря этому сам, наверх поднимается. Здесь мы берём, целимся и стреляем. То есть и он стреляет, и мы стреляем. То есть мы одновременно с ним работаем. Здесь пробегаем как можно быстрее. Делаем так, чтобы он не получал урон. Хотя нет, наоборот. Встаём сюда. Опа. Взрываем бочки. Открываем себе проход. Благодаря этому механизму секретному. Разумеется, делаем так, чтобы он не получал урон, и проходим дальше. Здесь опять видишь всякие механизмы. Нужно будет сейчас через них пройти. Так, чтобы не погибнуть. Ну, в принципе, здесь ничего страшного не будет, если он погибнет. На самом-то деле. Нет. Ну и монетку ты должен забрать. Красиво. Идеально даже, я могу сказать. Смотри. У нас здесь верёвки вон сверху находятся. То есть я должен пострелять по ним. Не попал. Не попал. Вот между, да? Как возможно-то вообще. Раз. Два. Три. И у него как раз-таки они упали. Отлично. Мы можем теперь благодаря этому пройти. Так, подожди-ка. Вот куда ему сейчас нужно? Ну, видимо, сюда. Стреляем. Не попали? Попали. Что происходит? Видите, у нас открылся проход. Сейчас берём. Опа. Стреляем здесь. У него проход открылся там. То есть возвращаемся обратно. Нажимаем на плиту. Он проходит здесь. Проход. Ой. Перекрывается. То есть мы должны прыгнуть. А он сам поднимется наверх. И здесь уже у него есть мостик. Он спокойно поднимается вместе со мной. И мы оказались возле вот этого опять механизма. Поднимаемся наверх благодаря этому валочку. Спасибо за помощь, братан. Брат, братан, братишка. И здесь нас ждёт уже вот эта вот женщина. Я, может, и большая девочка, но всё равно люблю кукол. Восстаньте, солдаты! Говорит она. На самом деле, очень прикольный уровень. Мне лично понравился. Так, смотри. У нас есть способность. Которая даёт возможность призвать волков. И теперь, хопа! Стреляем! Даже драться с ними не надо. Удобно? Мне кажется, лучше не придумать способности. Вот и всё. Вот вам и нефритовые солдаты. Абсолютно бесполезные против... Как раз таки стаи волков. Так, хорошо. Здесь мы должны поменять на обезьянку. То есть мы должны... Получается, выйти из тела волка. Опять заходим к нему. Ну, и уже в виде обезьяны. То есть до этого у нас был маг. Здесь опять выходим. Забираем монетки. Почему бы нет, да? И теперь мы должны опять-таки вселиться. И стрельнуть. На! Готово. Опять-таки. Выходим отсюда. Берём обезьяну. И чуть не падаем вниз. Готово. Нажимаем на Е. Здесь у нас опять-таки открывается эта штука. И благодаря ней мы ставим здесь ещё один мост. За обезьяночку. Опа. Вселяемся в волка. И теперь спокойно, без проблем. Безо всяких проходим. Вот так это всё делается, прикинь. Интересно. И разумеется, здесь уже опять-таки копьё идёт в ход. Которым я не попадаю. По крайней мере, с первого раза не попадаю. А дальше-то уже всё пока по маслу. Активируем эту штуку. И вот я не знаю. Ну давай попробуем. Окей. Здесь, видишь, не восстанавливается у него эта штука. Фурёку. Чакра так называемая. Вот, скелетас. Нечестивая тварь. Которая любит обгладывать кости. Ну давай. У него довольно-таки лёгкие атаки. Просто нужно к ним привыкнуть. Смотри, сейчас пойдёт на меня. Опа. Уворачиваемся. Опа. Уворачиваемся. Опа. Уворачиваемся. Ну и так вот. До момента, пока он... Не будет возможности атаковать его. Вот сейчас, к примеру. Всё. Изи. Просто изи. Вот от этого, кстати, тяжелее всего увернуться. И я сейчас просто получил максимальное количество урона. По сути, я мог получить вообще ничего. А получил максимальное. Давай, а что, ещё раз будешь? Уже половину хп ему снесли. Босс на самом деле сложный. Но при этом, если вы знаете, как его побеждать, то он не такой уж сложный становится. Сразу становится легче. Вои используем. И здесь нужно опять кидать копья. Стреляйте, мои волки, стреляйте. Видите, он восстанавливает все жизни. И чтобы они не восстанавливались, мы должны ещё у него копьями как раз-таки пуляться. Других вариантов здесь, конечно, нет абсолютно. Так, ну чё, волчок? На-на-на-на-на-на. Уворачивайся. Успел. Блин, опять перья. Здесь нужно в угол забиваться на перьях. А! Я чуть не ожидал, что он опять эту атаку будет делать. Просто второй раз подряд. Немножко странно. Опять. Вперёд! Обстрел! Обстрел нечистивого. Всё, последний раз его обстреливаем вроде бы. Да. Больше он хилиться не хочет. Раз-два. И здесь много раз уже бьём. Видите, из-за волка именно буду играть. Здесь можно, конечно, выбрать вообще другого персонажа. И просто спокойно нафигаривать именно другим персонажам. То есть ты выселяешься. Или как? Ну то есть если мы вселяемся в него, значит мы выселяемся из него. Правильно ведь? Значит да, выселяемся из его тела. Покидаем его тело. Что-то мне кажется, ребят, я все монеты не соберу. 97. А где остальные? Просто пипец. Вроде бы всё собирал, да? Всё равно где-то остались монеты. А, нет, вот здесь ещё есть. Проходим. А, здесь я уже могу нормально. Видишь, бьёшь по этим штукам? И они теперь на твоей стороне. Хопа. Забираем. 100 монет, аллилуйя. Я уже думал, мы не найдём последние. Успел. Так, смотри, подожди. Сколько у меня жизни-то? Много ещё? Можно не париться. Сейчас будут летучки. Мышки-летучки. По сути, их можно вот этой одной атакой фигачить. Потому что мы не находимся в том месте, с которого мы активируем эту способность. И, видишь, без проблем вообще проходим. Вообще на изи. Это, по-моему, вообще на изи мы прошли. Здесь золотая медаль обеспечена должна быть. Да? Это так и есть. Офигенно. То есть, мы собрали все монеты. Мы сделали всё, что можно было. Мы прошли очень быстро. И даже ни разу не умерли. То есть, было близко до смерти. Просто ноль смертей это вообще слишком идеально, ребят. Ноль смертей это слишком идеально. Я даже не думал, что мы на самом деле так идеально пройдём. Ну и дальше у нас уже, ребят, сам босс. Самый главный, самая главная вот эта вот леди. Я её тоже проходил. Но, как видите, из-за того, что звук не записался, пришлось заново всё это проходить. Всё для вас. Всё для вас. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забываем подписаться в пабликонтакте. Ссылки в описании и в шапке. Это была игра под названием Unruly Heroes. Всем спасибо за просмотр. И всем добра.